ПЕСНЯ Господи, благослови нас на сей занятия, открой сердца наши к принятию слов Твоих и помоги нам, Господи, быть не только слушателями, но и исполнителями слов Твоих. Тебя за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. В прошлый раз мы остановились на 18 стихе первой главы Ивангелия от Матфея. То есть откровения мы прошли уже, толкования. Так что, страница 18, Ивангелия от Матфея, первая глава, 18 стих. Первый том. Толкование блаженного Матфея Филатома. Рождество Иисуса Христа было так. Толкование. Сперва изобразил родословие и, желая покрыть сию тайну, упомянул о муже Марии Иосифе. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет вочерие от Духа Святого. Толкование блаженного Матфея Филата. Не сказал прежде, нежели приведена была в дом к жениху, ибо она уже жила у него в доме. Так как древние имели обыкновение охранять обрученные в собственном доме, чему и ныне еще можно видеть примеры. Так и зятя Лотовы по обручении жили вместе с ним в его доме. Так и Мария жила в одном доме с Иосифом. Почему не прежде обручения она зачала в очереде? Бог не хотел, чтобы при самом рождении известно было иудеям, что Христос родился от Девы, и чтобы Дева пострадала от них. Впрочем, не смущайтесь, если сказанное одно для вас странно. Я говорю здесь не свои слова, но слова отцов наших, дивных и знаменитых мужей. Если Христос и многое первоначально скрывал, называя Себя Сыном Человеческим, если Он и не везде ясно открывал нам Своё равенство с Отцом, то чему удивиться, если Он и сие прикрыл, устрояя дивное и великое таинство? Вопрос. Дивно то, что Дева сохранена и избавлена от худого подозрения. И если бы иудеи знали об этой тайне вначале, то побили бы Деву-корнявник и осудили бы как блудницу. Если уже и в таких случаях кое-как примеры часто встречались с Ним ещё в Верхнем Завете, они обнаруживали своё беспокойство, и когда Христос изгонял бесов, называя Его беснующимся, когда исцелял больных в субботу, почитая Его противникам Бога, «Хотя суббота и прежде часто была нарушаема, то чего не сказали бы, услышав, что Дева рождает?» «Посему-то и представляется родословие Иосифа, и он обручается с Девою». Если даже Иосиф, этот праведный и чудный муж, возымел помысл сомнения касательно Девы, и многое нужно было, чтобы удостовериться ему в событии, если и для него нужно было явление ангела, видение во время сна и свидетельства пророческие, то как могли принять всю тайну иудеи, которые были лукавы и развращены? «Посему и апостолы не говорили часто о рождении Его, но о воскресении многократно возвещали. Даже сама Матерь Его не дерзала объявлять осем. Посмотри, что говорит она Ему самому. «Вот Отец твой и Я с великой скорби искали тебя» – Луки 2,48. «Потому что если бы сие последнее было заподозрено, то Его не стали бы почитать сыном Давидовым, а вот не при знании Его сыном Давидовым произошло бы много и других злов. Посему и ангелы не всем сказывают об этом рождении, а объявили одной Марии и Иосифу. Когда же благовествовали пастырем о родившемся младенце, то не присовокупили, что он родился от Девы. Так, когда Иосиф удостоверился, что она имеет в очреве от Духа Святого, то, устранив всякое подозрение, не только не отсылает ее от себя и не бесчестит, но принимает и оказывает ей услуги во время беременности и благовейно чтит ее. Явно, что не будучи твердо удостоверен в зачатии по действию Святого Духа, не стал бы держать ее у себя и служить ей». Вот такое толкование на 18 стих. Ну, у кого какие рассуждения по этому поводу, почитывая? Вот выделено черным слова отцов наших. Могут ли, например, сектанты так говорить, слова отцов наших? Ну, там у них есть, конечно, свои толкователи, так называемые. Вот я у Николая Шпести, который уже в вечность отошел, много евангельских проповедей говорил. Вот Игнат Тихович распространял, мы это имеем. И иногда делает ссылку. «Древние отцы говорили». А кто из древних отцов? Ну, мало-мало, но иногда вот так вот он говорил. Древние отцы. То есть он доходил, видимо, все-таки, настолько он глубоко проникал, что нужно опираться на тех, которые толковали в древности. Нельзя это отметать. Это путь заблуждения, путь погибели. Слова отцов наших. Вот это выделено черными и большими буквами. На это нужно обратить внимание. Ну, вот еще у кого какие мысли? Это я так поделился с вами. Мысли без садика. Игнат Тихович. Вопрос. Нужно научиться задавать воображение. А воображение, это представление от начала до конца события, о котором ты рассуждаешь или действуешь. Из шести качеств лидеров первое воображение. Понятно, что такое воображение? Ну, к примеру сказать, ты растешь, тебе нужна специальность. Ты должен вообразить. Вот я сейчас получу эту специальность, пять лет буду учиться. Ладно. А где я устроюсь? У нас, я не знаю, процент какой сейчас, но больше половины людей с высшим образованием не работают по своей специальности. Самая умная, это грамотная, вернее, не умная, грамотная, бездействующая и ленивая нация одновременно. Вот у нас и закончил экономический факультет. Он работает? Не работает. А кого экономический? То дефолты, то кризисы, то еще что-то. Вот учиться сейчас у нас из Хорщина Устина Пильяр. Ну, хотел пойти вон на какой-то там богослов, теологический факультет. Поговорил, я съездил с ним. Но он туда не пошел, но не советуется опять политолог. Илюша, ты понимаешь, что такое политолог? Самые умные политологи, которые всю жизнь живут на этом, профессора, и они говорят, события развиваются так, что ни одно предсказание не сбывается. Ну, согласно логике, как пишет Карт Макс, Ленин, ничего не сбывается. За этим событием должно быть такое событие. Колесо истории не поворачивается спеть. С автолизм, потом идет коммунизм. А здесь разговоры опять капитализм. Опять идеологичная жизнь. Наша баба до того удивлялась, если бы отец наш был жил, да своя лошадь, он бы и каждый день ее гладил, ходил, опять скажи, ты погодила назад. В это никто не верил. И мы должны воображать. Какое-то событие намечало в Рождество. Я верю, а рядом мусульмане, мусульманка, хорошо живут, веруют Аллаху. Почему они это не верят? У них Библии на столе. Я разговариваю с Евреями. Он не признает это. Я говорю, а ты считал? Считал, конечно. Хорошо. А почему не верит? Я стал заинтересовываться. У него доводов не хватает? Хватает. Но она Девы родила. Говорит, откуда вы знаете, что Девы? У вас какие доказательства? Я говорю, это пророчество. А почему вы решили, что пророчество Исаии 7.14 именно той, которой вы называете Богородица? Он даже не называет Богородица. И что он, который рожденный, которого мы распяли. Что он именно обещанный Мессия. Какие у вас доказательства? В общем-то, если так разобраться, ссылается на 4 историка. Светоний, Иосиф Лавий. Перечисляет их, какие были. Упогнает Плиний, младший. Но эти люди жили минимум 100 лет позже. 50 лет. Что они могли сказать 50 лет? Я знаю, у меня Тихон Дмитриевич. А как Дмитриевич, я уже не знаю. И никто не знает. Вот из своих перебирей, как у тебя звать отца было? А дальше-то у нас не родословно ничего нет. Почему вы решили, что о ней говорится? Серьезный человек. Так вы знаете, что она не дева была. А почему вы знаете? Так у нас в истории написано. У них тоже написано еще нами, жирными буквами. А она незаконно была взята. Вы говорите, она как-то оказалась, что она беременная. И у вас же написано, а что там введение было? На то введение можно что угодно показать. Ну ладно. А вы откуда-то знаете? Да оттуда. У нас история написана, как к ней относились. Она защелана же не от хеврея. А от кого? От захватчика, от солдата юрского. Не от офицера, а от солдата. И не просто от солдата, а от дезертира. То есть они опускали, опускали, ниже. Что еще хуже сказать? Я говорю, а какие доказательства нет? А почему, если ее такое происхождение, в первом веке апостолы шли и умирали за это? Ну вот это загадка. Он дальше уже не может что сказать. Надо его найти болевую, как говорится, точку и нажать. Я разговариваю с Мусульманем. Ну правильно, Евангелие это Инжил. Инжил это Евангелие пою. Нашего Евангелие называется. Но его испортили, его неправильно. Последний пророк это Мухаммад. Я говорю, если это последний пророк, почему они у него попередят? Я не на посту предыдущий. Ни одной ссылки нет. Почему все, что он упоминает, в вашем Коране не сходится с Библией? Я разговариваю не где-то, а в доме Мулы, где мы ночевали. Это очень умные люди. Он разговаривает о шести языках. А жена на четырех. А мы свой-то язык толком не знаем. Грамматику его. Я говорю, вот так написано. Ну, написано-то написано, надо проверять. Я исследую это, нашел. Никаких доказательств не хватит. На каждый довод есть контрдовод. Ну, а как тогда поверить только Бог? Бог откроет, написано, никто не закроет. Но кому закроет, никто не откроет. Это избрание. Просто Бог избрал, открыл, положил тебе на сердце. Это дар неба. А ты молишься, Богородица, Дева, радуйся. А ты благодарил Бога за то, что ты веришь в эту молитву? Один пришел пастор, как называют они эти баптисты, там, не священник. Ну и дурдом. И он с одним разговаривает. Человек пришел в сознание. И он подошел к нему и говорит. А вы благодарите Бога, что у вас разум есть? Я, говорит, задумался. Я думаю, я никогда не благодарил. А чего благодарить? Нормально. Я думаю, благодарите. Я тоже так думал. Но вот Бог повредил разум, и у меня, к примеру, час или полтора, я не знаю, где был. Каждый день благодарите, что сохранил разум. Я это прочитал, и теперь каждый день благодарю Бога. Я 50 лет назад прочитал. Человек под старость, какой-то маразм старческий, ничего не помнит, он не узнает никого. Это тоже имеет основание какое-то. А чего это так? Почему ни один пророк в маразм не впадал? Почему Семен Богоприемец 270 лет и продолжал говорить? Почему Ной мог устоял не впадь в маразм? Я могу задать эти вопросы, и ответ один на один найти Бог. Понимаете, Бог. Вот сейчас мы в детский лагерь покатались на водках, и я всех пригласил к себе деревенских, кто были, и стали смотреть, как на костре себя вели. Вылови тех, которые нарушали все. Я вот показал, как поет Аэль. Поет песноперие, и наш один юноша поднялся высоко, и он отвернулся, и потом вот так вот стоит ночь, едва видать силуэты только, его сразу все узнали. И он вот посмотрел, я не вижу, где она вот, сестра сидит, ледлела. И она поет, она не просто поет, она молится. Это видно, ясно. Она молится через слезы. Я ее слушаю, и сам как бы рядом нахожусь. Почему? Бог посещает человека. А рядом кричат, они создали свое течение, другие, которые мешали, но они прорвались через это. Мы стали анализировать, что там есть. Мы должны учиться анализировать библейские тексты. Доказательств, что она, дева, никаких у нас нет. Нету. Ее живое нету. Гинекологу никто не пойдет, простите, что я говорю открыто. Как? Верой. Верой мы просмираемся в небесах. Вначале Бог сотворил небо и землю. А какие доказательства? Если быть землю и небо, еще можно поверить. А то небо сначала, а где же земля-то была? Люди, когда строят что-то, закладывают фундамент, потом другое. Заталуз говорит, а Бог сначала крышу разбил. А потом, ну мы говорим, строить надо дом. Выкопал котлова, а у тебя в котлова не вода. Ты ее не уберешь, не откащаешь. На что собрушатся стенки? А Бог написано, основал землю на водах. Ты подумай, где не копаешь люди? Почему она глина там не размахает? Почему мы не проваливаемся? Чудо Божье, чудо, чудо. И ты благодари день и ночь, что мы в чуде плывем, в океане чудес Божий. Ученые, которые называются учеными, они мало-мало знают. Ну, чуть побольше нашего. Но это они понимают, ведь это крохотно совсем. И вот когда мы считаем особенно родословное, это абсолютно недоказуемое. Только верую. Я верю в это, он не верит. А что это означает? Означает, что мне Бог дал этот великий дар неба вера. Я верю, и дверь распахнулась в небо. Он не верит, и дверь закрыта. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит небо запечатанное за него. Он не может, а он хороший. А что делать? Молиться надо. Ну, неужели я не могу поверить? Он грамотнее меня десятки раз. Я говорю, давай молиться. Помолись. Я говорю, что-то чувствуешь, ничего не чувствую. Ну, мы расходимся, разъезжаемся. Давай молиться будем. Молиться, ибо, может быть, тебе когда-то откроют. Проходит пять лет, и ничего ему никто не открывает. Он считает, молится. Я говорю, чувствую, что здесь заложено что-то непостижимое. И вдруг внезапно звонок. Мне Бог открыл это, я верю в все это. Бог ответил на молитву. Дверь открылась. Теперь молись и постись. Мы тайну жизни постигнуть не можем. А я верующий. Какой ты верующий? А я в себе, верующий у меня бабушку в церковь, за руку водила. Ну, а дальше-то что? Стопнули тебя, ты в ответ сразу бьешь. За один зуб все зубы выбить готовы. Если это верующий, тебе Дух Божий. Он тебе подскажет, где правда. Даже ты не знаешь, но это подскажет. Я чувствовал, что-то здесь есть. Я стал молиться, и брок приоткрыл дверь. Это не грамота. Грамота ничего не может здесь сделать. Это делает только Бог. Вот мы сейчас ушли, а наши лагеря деревенские смотрят фильмы, державшие сзади. Кто видел? Ну, краткое содержание такое. Один врач, атеист. Он не верил в Бога. Доктор хороший был. Ну, ему говорят, вот которые обмирали и воскресали. И они рассказывают, как душа вышла, я видел, как тело мое лежит, как его апеллируют. Они рассказывают. Ну, это у вас галлюцинация была. Тогда они сделали так. У них операция на втором этаже, а помещение семиэтажная. И туда вход на крышу есть только у одного человека. Никто не знает. Это одна женщина. Она залазит, и буквами она там выкладывает надписи. Утки, утки, не гордите, скоро вас заколют. И опять заперли на чертах туда. Там человек, который обмирает, и говорит, я когда поднялась, я считала, там утки, утки не гордите, скоро вас заколют. Так она на втором этаже лежала. Та женщина была не могла передать, она с ней не встречалась. Откуда она узнала эту надпись? Старик тупик. Надпись меняет каждый день. Знает только один человек. Складывает и уходит. И вдруг кто-то обмирает, воскресает. Ну, как говорят, да. И он говорит, что там на крыше написано. Написано, губы улыбайтесь, разрушенные корабли. И когда он пришел к себе, клиническая смерть, врач туда бежит посмотреть, действительно ли так видит надпись. Она даже не знала, что. А он воскрес знает. И вот он сам себе вводит дозу, от которой умирает. Но успел позвонить двум врачам, что я там-то, там, в подвале, подсоединю себя к аппаратуре. И обвел себе эту дозу. Я жить не хочу. Если Бог есть, пусть воскресит. И вот они над ним бьются, теперь как воскресить его? Там большую энергию, да, тут его тело подбрасывает, он мертвый. Прямая линия идет, биотоков нет. И вдруг пошел из Солома писать. И он теперь рассказывает, что он там видел. Его пытаются тут кислородную маску надеть. Он только отошел, он все сорвал. И первая машина пожарная заскочила. И, счастье, в первую церковь, помолиться. Он почувствовал, что сатана рядом со мною, сбежавший иззадок. И там находится один, который хороший человек. Наш муж-то хороший. А когда я вас встречаю, его думают, тут много хороших. Тут много. И этот фильм сейчас смотрят дети. И начинается первый эпигр. Матфея, 24 глава. И будут брошены в озеро Огненное, где плащет грежит зубов. Вот в данный момент они, дети, сейчас смотрят. И мы будем потом обсуждать, что они поняли из этого фильма. Им это полезно. Нам полезно сейчас вот это узнать. Было ли бессеменное защитие у Девы Марии Христа? Ну а какая разница? Лишь бы Христос был. Тогда-то не Христос был. Все Девы вообще ее примет ради цены. Кому-то не важно. Для нас важно. Если она не Дева, то все остальное обман. Понимаешь? А доказательства есть такие. А разве может без мужа зажить? Зачем? Может. Морской еж защинает без мужского семени. От удара молнии, от электрического заряда, ежиха защинает и рождает. И у самца и нету. То есть это в природе существует. Но это надо было узнать потом, спустя тысячелетия. А мы привыкли. Богородица Дева радуется. Там, подпишем, где упало. Я хорошо сижу. Не обращайтесь внимания. Необходимо. Необходимо это знать. С верой великой и страшной, которую даст нам Господь. А вера это означает только одно. Я доверился Богу. И действует Дух Божий. Мы свое состояние не можем узнать, а не то, что написано в Священном Писании. Вот это я прочитал. А ты беседовал на эту тему с Дургиби. Оказывается, в это православные не верят. Мы в церковь ходим. Мы говорим, ну, надо делать так, чтобы жизнь вечная была. Какая жизнь вечная? Ну, ты же причащаешься, да? Ну, а что причащаешься? Никакой жизни вечной нет. Люди не верят в вечную жизнь. Это больше половины, которые в храм ходят. А теперь дальше-то разберись. Нас не бить, не пытать. Одно замечаний у нас как нету. В чем наша вера-то заключается? А теперь вот что делай? Благодарю. Благодарю тебя, Господи. Ты наставляешь меня. А неправильное замечание. И тогда поцелуй его за намерение. Понимаешь, какие слова нам святые оставили? И вот этот первый главой. Я на первой главе на этой обратился к Богу. По Евангелию. Я стал записывать. И вижу, записывать не еще. Надо подряд читать. Это первый в 62-м году. 27 сентября вот эти места я прочитал. Все девы во щели примут. Да я это не верю. Дева не может родить. И на это меня Господь родил. Раз и пригнул. Именно девы. А как она? Не знаю. Монахи начинают. Избок уродил. То есть ребра раздвинулись. Она вышла. Еще этого не было. Она была и осталась девой. Родился обыкновенными дверями женщинами. Которыми каждый человек. Но она осталась девой. А как это может быть? А это чудо. Ее могли проверять 100 гинекологов. Она была дева. Приск на Деву Марии. Это первый шаг в Евангелии, который надо перешагнуть. Пусть спросить у Бога веры. Доказательность не надо просить. Ты верующий или не верующий? Все на Божье. Вот так. Исайя 7,4. Итак, сам Господь даст вам знамение. Все девы ваше приимет и родит сына. И нарекут имя ему Эммануиум. Вот видите. Это пророк Исайя за 700 лет сказал. Ну где-то еще понятно. Вот как только Иерусалимский храм построится, в это время придет Господь в этот храм. Ну тут понятно. Он пришел, а храма нет. Это же не Христос. Было сказано. Придали его за 30 серебряков. Но ему не дали бы 29. Это уже не Христос. Ну дали бы 31. Не Христос. Мы даже не понимаем, что пророчество это абсолютно точно. А что это сейчас? Пастырь ходит дверью. А разбойник Индии перевезает. То есть через забор. А что такое дверь? Дверь, в Златоузском, это священное писание. Вот цена меняется. Когда вы сюда поселили, сколько коров стоило? Ты же не знаешь. А сколько сейчас стоит? Ну сколько сотни кирпича тогда стоило? Ну меняется цена. Это явное дело, что цены падают. Цены везде меняются. Но цена на раба оставалась прежде 700 лет. Или их много появлялось. Или меньше регулировало количество пленных. Его продавали раба, у которого были деревянные башмаки. У него ничего не было. И за него платили 30 рублей. По нашему серебрянику. И когда Христос пришел, и 30 серебряников Иуда, который бросил, и видимо цена сорвалась сразу же. Назад уже 50 стоит. Послезавтра 100 рублей. Это мы можем только предполагать. Пророчество в финансовом положении только на одном рынке 700 лет стояло на одном месте. Осел больше, меньше, меняется. Через 700 лет вообще все меняется. Да через 100 лет меняется. Раньше можно в десятку было и корову, и лошадь купить. Но вот наступил момент исполнения пророчества. Пророчество исполнилось. Теперь иди, продавай хоть за 100 рублей. Это Бог так делает. Все девы в очередь примет. И ты скажи, Господь, дай мне веру, все веры нет. Я в это верю. То, что ты считаешь счастнейшим серебрим, нигде это не написано. В славнейшем серебрим пророчества нет такого. Если кто-то не верит, Бог тут скажет, да я не верю, что она больше серебрима в серебриму. С него спрашивают нельзя, это нет нигде. Но что она дева, это написано, и они все верят. А мы верим в то, что не написано. А почему я верю в это? Потому что я православный. Я православный, и я не рассуждаю дальше, и принимаю. А может она не счастнейшая? Да и нельзя бы счастнее серебримов-то. Она же человек была. Ну так принято, я говорю. Не проверить ничего нельзя. Я православный, и я так и пою, как есть. И научитесь в этом не осуждать другого, который не принимает. Он не может принять, ему не дано, дверь закрыта. И когда ты это поймешь, ты только устремишься на молитву Господа, разломай эти двери. Дай ему веру. Она вчера слушать еще не хотела, а сегодня сидит слушает. Кто это делает? Бог, великий, дивный Бог и любого. Он это открывает. Еще день назад, это невозможно было предположить, что вот этот человек обратится. Ах, ты что за человек? Я тебе скажу, ты не поверишь. Был самый страшный тиран на земле. Он ел людей. Он убивал. Не десятки, а сто миллионов проглотил. Людей сто миллионов. А высшее словословие Бога, Аллилуйя. И дочь у него Аллилуйя будет. И он каждый день будет повторять Аллилуйя. Вы знаете, о ком говорю? Иосиф Песаренович Сталин. И эта дочь Аллилуйя в конце примет монашество. Уйдет. Он истреблял сверки. Он уничтожал священников, монахов. Сотнями тысяч. Но у Бога другой план. Твоя дочь в фамилии своей бесконечно будет славить Бога. И он ничего не мог сделать. Он любил эту Светлану. И она выходит замуж. Не хочу. Там один ее полюбил. Какой-то из посольства. В тюрьму его там изгинул. Еще один туда полюбил. Этого фамилия Аллилуйя. Почему? Предназначено, чтобы в этом доме звучало слово слава Богу. И когда все это ты поймешь, ты скажешь. Боже, это невозможно. Фамилия Аллилуйя. Ну скажи Плотникову. О чем нам говорит фамилия? О том, что человек умеет работать топором. Может стамеской. Ну и это тоже слава Богу. Ну, барабаш, что? Ну скажешь, барабаш, что в стену стущат там или еще что-то. А это Аллилуйя. Ну. И когда ты все это начнешь размышлять, воображение. Боже, как у тебя все дивно устроено. Зима, лето. Ночь, день. Вообще не выразишь даже. И поэтому сказанное в Писании ты должен без оговорочных признать. Прочитал, закрыл страницы и сразу на молитву. Господи, благодари Тебя. Пророчество сбылось. И пророчество это единственное. Другого не было. И дам тебе знамение. И знамение, из-за чего продлится жизнь языки. Солнце пойдет на 15 ступеней назад. И это знамение. Ну, знамение на небе. Крест появился. Прямо все небо крест. А это знамение, ну, никто не может проверить. Как ты проверишь, она девушка или не девушка? Она, мать подошла и говорит к Абросе, Юра, исповедуй мою доченьку. Она такая целомудренная. Она ни с кем не встречается. А он, я, говорит, достал исповедовать. У нее уже 4 аборта. А мать-то ее считает девица, девица, девица. Это, говорит, архимандрит монастыря. В глазах того же и все по-другому выглядит. А она была дева. И проверить ее никто не посмел бы и не знал. Тем более до замужества беременной. Но сейчас до замужества беременной щеку на стали говорить. Эх ты. Я смотрю, где-то там в Таиланде. В мусульманство приняли. И девушку готовят замуж. Специально женщина-гинеколог должна смотреть, сохранила ли она девственность свою. А она лежит, я не хочу. Видимо, не хочу. А они все равно настояли. Настояли, уговорили, ее осмотрели. Осмотрели, а она девственница. Как они друг другу на шею падают. Как целуют, как поздравляют. Какое торжество устроили. У нашей дочери сохранилась девственность. Мы замуж ее отдаем. И их все поздравляют, что она нигде за углом не шарилась. Это показывает, ну, видеоролик составленный. И она девица стесняется, сидит, ну, девушка где-то. А родители, там, соседи, там, знакомые все приходят и поздравляют, как с огромным выигрышем. Ну, похоже-то на наше. Обратите к русскому человеку. Мы должны это взять. Но мы знаем, что Господь сохранил свой избранный сосуд, который готовил 5508 лет. Это приз на Деву Марии. Считаем. Первая глава, девятнадцатый стих. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее в полкование. Здесь он называет праведен того, который имеет все добродетели. Иосиф, будучи праведен, то есть добр, кроток, истинен, хотя подозреваемая не только заслуживала обличения, но закон повелевал даже наказать ее. Впрочем, Иосиф избавил ее не только от большего, но и от меньшего, то есть от стыда. Не только не хотел наказать, но не захотел и обличить. Не признаешь ли всем мужа мудрого и свободного в мучительной страсти? Вы сами знаете, что такое ревность. Посему-то, вполне знавший он ее, пророк сказал, ревность, ярость мужа, и не пощадит он в день мщения. Притча Соломона 6.34. И люта, как преисподняя ревность. Песня 8.6. Мы знаем, что многие лучше готовы лишиться жизни, нежели впасть в подозрение ревности. А здесь было подозрение, когда дева изобличалась ясными признаками беременности. Но Иосиф был столько правильным и чушь страсти, что не захотел причинить деве даже малейшего огорчения. Так как оставить ее у себя казалось противным закону, а обнаружить дело и представить ее в суд, значило предать ее на смерть. То он не сделал ни того, ни другого, но хотел тайно отпустить ее. Он поступил выше закона, обнаруживая свою добродетель. Толкование на 19 стих. 20-й. Я о вере хочу сказать. Когда люди обсуждают, как мы верим, православные христиане, то они ссылаются на Библию. Скажите, вы верите тому Богу, который в Библии? Конечно. Да как можно верить? Какой Бог? Это страшное чудовище. Это не Бог совсем. Как так? Ну, смотрите. Израиль где-то был. Теперь возвращается. Земля-то заселенная. Ну, допустим, вот решили кто-то поселить себя здесь. Рядом другая деревня. И им дается повеление Богу убить всех. Как так? Можно оставить только девиц, которые мужа не познали. Оставили всех убить. Женщи, если беременны, разрубить пополам. А они жили вчера, радовались, свадьбы играли. Нигде у них нет. У них чистая, хорошая жизнь. И вдруг вырывается. Мальчиков, вот сейчас представьте, всех наших мальчишек собрали. И при родителях колят, и трупу только бросают. Родители все до того убиты должны быть. Девушки одни-таки будут взяты. Ну, чтобы она волосы остригла и ногти. Ну, дальше написано, сколько дней пройдет. Она плащет отца и мать. А плащет, это чтобы в план уходило. А теперь ты можешь смирить ее. Ну, как смирить? Слово смирить, ты знаешь, что такое? То есть лишить ее девственности. Но если она не захочет, тогда награди ее и отпусти. Значит, что это за закон? Ну, это написано в Библии. В Библии написано. Это повеление Бога, которому мы верим. И вы верите. Я верю ему. Почему? Народ отрежил себя. И наступил момент. Вступить к Божьему закону в полную силу. И все. Это в Святой Библии написано. А как оправдать? Ничего не оправдывается. Это принимается вера или не веря. Я в это верю. Ну, а сегодня так делают. Допустим, к нам придут в Китае, так будут делать. Девушек наших заберут. А остальных поубивают. Только благодари Бога. Написано, семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Тебе никогда этого не понять. Сегодня на себя настрою. Настрой у тебя сыновья. Ты представляешь, подходит, как это младенцам в возрасте за двух лет киржалом написано, нарисовано. Насаживает и бросает родителям. Бери его. Это в Библии нам говорит об этом. Ну, а что делать? Ничего не надо делать, кроме того, как отблагодарить Бога. Нам другого не дано. Он нам мог дать жизнь, Бог не дать нам жизнь. Доказывать ничего не надо. Надо принимать или не принимать. Вот это и вера тогда проявляется. А мы уже свои мерки узнали. Это мой огорочек, мои цветочки, моя доченька. В один день все кончится. В один день. И впрянь поведут. И больше она никогда не будет. Будет рождать косоглазных таких, узкоглазных своих. И все. А нас на кладбище. Да не на кладбище, а в равном месте перережут. Это надо сегодня себя на это настроить. И ежедневно благодарить за каждый час, который живем на земле. Вот откуда все это идет. Вера. Верой мы это постигаем. Верой принимаем. За веру благодарим. А веры нет. Неверующий Богу представляет его лживым. Бог сказал, а ты не веришь. Потому что Бог солгал, Бог говорит. У нас другого нет оригинала, как только Слово Божие. Святая Библия. Святая Библия. Виталий, у меня вопрос по стиху. То есть, получается, Иосиф хотел отпустить ее, чтобы на него не пало клемо. Что ему дали ее сохранить, а он как бы сделал так, что она забеременела. И кто не давал сохранить, это потом уже церковь написали. А ты была настоящая его жена. Ну и все, а что, зачем ему отпустить? Потому что беременная была. Закон относил, если надо замужа забеременную, побить ее камнями. Привезти в дом отца. В дом отца. Побить камнями. А если она была дочерью священника, привезти ее в дом отца и сжечь жильем. Более строго. Жильем сжечь. Это Библия нам говорит. Тогда они этим не играли. Они день и ночью берегли. Я считал это, как повели к зубному врачу, мусульман говорит. К мусульману. К врачу. Мусульман, мужчина, стоматолог. И сопровождает и отец, и брат. Она в кабинете, они сидят в обоих. Рука на кинжале. Игра закончилась. Значит, смотри за зубами. А то свои зубы лишишься. Вот как смотрят. Вот как берегут. А то они сейчас стали говорить. Он взял ее на сохранение. Ничего этого не было. Она была обращена ему как обыкновенная девушка. Ей было 14 лет. А ему там 72. Это нормально. Совершенно еврея не было. У евреев не было этой разницы. Хотя она должна быть не больше как на 13 лет. Моложе там. Никто не говорит. У мусульман это совершенно нормально. А еще по некоторым нашим спискам. Иосифу было 82. А ей 14 лет. Когда Богородица качала младенца на руках. Ей было не полных 15 лет. Ну. Ну возьми сейчас. Она ребенок. 14 лет. А у них это как у мусульман. Это совершенно нормальный. И приедем 12. Она уже замужем. 12 лет. У нее задача стоит. У каждой маленькая. У нее задача. Для Аллаха подарить 5 сыновей. Хоть 100 до 4. Но дай мне Аллах сына. Я подарю его тебе. Ну у нас нет этого. Совершенно этого нет. Вот он мусульманин обратился. И стал священником. Православным. А в доме обзывалка вся мусульманская. И дети одеваются. Как будто они на богослужении. У нее интервью берут. Кем вы хотите быть. А девочки лет 13. Православная. Молятся. Икона. А вы кем хотите быть. Ну она-то была какая-то. Может быть Марьян. А теперь Софья. Она говорит. Замуж выйду. Для Господа посвящу жизнь свою. Чтобы уши меня любил. Она все сейчас делает. Чтобы уши не прогнала. Любил. У нее цель. Которая поставлена была в Библии. Они сохранили. Приходяя в православие. А у нас этого нет. Она учиться будет. Она будет на льду кататься хорошо. Она будет балериной. Ей платье сделают. Что она вот так вот перпендикулярно. К ней стояла. Выше. Крыши. Задача-то другая. И вот мы это читаем. Мы должны воображение. Своим повернуть туда. Мы вписываемся туда. Не вписываемся. Вот я хочу молиться. А мы поверили в это? Не поверили. У нас была еврейка. В общем. Она не была члена. Но причащалась даже. Я говорю. Вот вы не верите, что Христос был Богом. А вы верите? Я говорю. Конечно. А вот когда он был на земле, вы поверили бы? Я говорю. Нет. Но еще нас осуждаете. Теперь мне легко верить. Потому что все святые отцы показали. Я принял его как Мессию. Как Сына Божия. Как пороха Христа. Но что как Бога? Что со мной Бог сидит. Создатель Вселенной. Я бы не поверил. Это абсурд. Теперь я им доверю. Потому что прошло время, доказательства, церковь, мученики. Тогда ничего этого не было. Она говорит. Вот мы такие. И еще нас осуждает. Помилуй его Господи. Вопрос. А почему бы вы не поверили? А как это так? Бог за столом встает. Ну а почему? Какие факты? Да никакие. Бог не может. Он необъятный. Он незримый, невидимый. И как он может со мной сидеть за столом? Пришел ко мне в дом. Богу нет места. Он все миллиарды космических галактик занимает. И вдруг он со мной здесь рядом сидит и предается смерти. Почему Господь, когда делал исцеление, говорит, никому только не говорите. Он неоднократно говорил. Почему? До момента, пока не воскреснет. Иначе как Бог был распят, ученики бы все отреклись от него. А он показал себя как пророком. Я бы это не знал, как бы не Ангелл Таос. Он мне пояснил это. А когда мы узнали, что он воскрес, теперь все предыдущее заново рассматриваем и видим, это был Бог. Это Бог. А который не верит в человека, мы с него требовать этого не можем. Мы должны только по Библии показывать. Вот в Библии написано, сущий над всем Бог. И на небе три. Бог показывает это слово, Дух Святой. Мы должны показывать Библии, привязать человека к Святой Библии. И верить в то, что написано. Не верит, значит, ему не открыто. Я могу только молиться о нем. Не судить. Мне это Бог открыл. Получается, что в день Пятидесяти, когда сошел Бог Святой, то вот эта печать, она снялась со всех. Почему люди стали обращаться? А стали обращаться и стали? Ну, я думаю, в день, вот именно, что за шесть Духа Святого. Три тысячи человек печати закрытые сняли. Сразу обратились. И поэтому они только молились об обращении. Обрати их. Вот у нее отец жрец, считая праздность святую. Жрец, языческий. И она молится, он обращается. Ну, когда считаешь-то? Ну, у нас-то не так, потому что сама молитва не на то направлена. Ну, он как сын пьянствует. Ну, только бы не пьянствовал. Ну, помолитесь, чтобы он у меня не пил. Мы молимся не о том. Мы молимся о качестве, а не о самом действии, о сути, которая есть. Ну, чтобы не пил. Ну, здорово, конечно. Вот она мне пишет. Ну, помолитесь, моя дочь второй раз замуж, вышла неудачно. Помолитесь, чтобы он хорошего мужа послал. Я говорю, написано, остался без жены, не ищи жены. Осталась без мужа, не ищи мужа. И нет хороших. Они все одинаковые. Не найдешь ты ничего больше. Успокойся. Ей же под 40 лет. Какое? Зачем это тебе? Ну, там, 15 лет она еще в Амуре гуляет там. Это расспроси, вот она сидит-то. Пошла бы ты, чтоб претерпела замужем. Да тебе век не надо. Тебя мать не учила, Лея Гребина Евсеевна. В последнее время, доченька, что думаешь она склонилась там? Посмотри на нее. Потому что я знаю, о чем говорила моя теща, ее мать. Ну, что она видела? Муж напьется, я себя в смятку сделаю, с тещей в окно выброшу. Ну, ладно, Бог уж вмешался и навел. Секрета-то никакого тут нету. В сыновьях она имеет большую радость. Во внуках, да все это мираж. Мираж. Радость только в том, что дети твои с тобою будут со Христом на небе. Больше радости нет. Как слышать, что дети мои ходят в истине, как Ян говорит. Надо научиться вот этими категориями мыслями. То, что сегодня не так, это ничего еще не значит. Мы не знаем, что будет завтра. Давай. 20 стих. Но когда он повысил это, ангел Господь явился его во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марии жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго толкование. Почему дева, слышавшая прежде от ангелов благовестие, не открыла ему сего, и, видя обручников смущений, не разрешила его недоумения? Вопрос. Почему и ангел не сказал Осипу прежде его смущения? Для чего не сказал, говоришь ты? Для того, чтобы и Иосиф не обнаружил неверия, и с ним не случилось того же, что с Захарией. Нетрудно поверить делу, когда может, пред глазами. По сей же причине молчал и дело, ибо думала, что не уверит жениха, сказавши о необыкновенном деле, а напротив, более огорчит его, попадав в мысль, что прикрывает сделанное преступление. Тотчас приводит ему на память Давида, от которого должен был произойти Христос, и не дает ему оставаться в смущении, наименованием предков, повинув об обетовании данным всему роду, сказавши же, не бойся, показывает, что Иосиф боялся скорбить Бога, содержа в доме как бы прелюбодеянном. Изрекши же имя Марии, девы, ангел не остановился на сев, но присовокупил жену твою. Сим именем он не назвал бы ее, если бы ее детство было расплено. Женой же называет здесь обрученную. Что значит принять? То есть удержать у себя в доме. Ибо Иосиф мысленно уже отпустил деву. Ее, говорит ангел, поручает тебе Бог, а не родители. Поручает же не для брака, но чтобы жить вместе с нею. Вручает, объявляя о том через меня. Как Христос после поручил ее ученику, так ныне поручается она Иосифу. Ибо говорит, она не только чиста от беззаконного смешения, но и зачала в отшрели сверхъестественно. Посему не только отложи страх, но и возрадуйся. Родившийся в ней есть от Духа Святого. Дивное дело, превосходящее человеческое разумение и превышающее законы природы. Толкование 20-й стих было. Ну удивительно, конечно, поведение Иосифа. Господь тоже такой выбрал сосуд с мужеского полка. Так я вот думаю, чтобы так себя отвести, решил отпустить. Ну ведь она же виновна, ведь на его место встань мысль, на воображение, как говорил Мальфимович, да? И вдруг он так себя ведет, что выше закона. И я вспоминаю толкование Златоуста. Он говорил, как Давид поступал выше закона в то время. Но другие праведники. То есть, когда нужно было поступать по закону, что нужно было убить, то Давид с Саумом, как он поступал? Это он поступал уже выше закона. Так получается. Сколько раз Господь ему давал такую возможность. То есть, праведники тогда уже, говорит Златоуста, поступали уже по другому закону. Закон любви. Лучше бы говорить, если бы Голиафа не поразил, а обратил бы его. И он был с ним, живой сидел, да? Вот так. Ну, такое дополнение. Ну, еще что? Потому что считаем это для себя. И за столом беседовать с кем-то. Это нельзя не проповедовать, об этом не говорить. Дал считать Евангелие. Человек сразу спотыкается. Ну, ты просил у Бога веры, а я в это не верю. Ну, считай дальше, может, что-то поверишь. Сегодня непонятно. Кость большая, не проглатывай. Ну, ешь другую рыбу. Ешь, а кость тебе осталась. Придет время, она перемирится. Здесь нельзя никак давануть, я сделаю, ты будешь верить. Никак. Надо у Бога выпустить этот дар. Прямо целенаправленно, чтобы человек верил в Священное Писание. Мы детям этого дать не можем. Почему? Только тронул его, они вчера уже друг друга, уже стукнули. Маленько не так, все. Обоих можно уже наказывать. А верующие сразу склоняют голову. Вот у нас в лагере разные дети были. И был ребенок от сектантов один. Дети играют, прыгают на качелях, на танзанках, а он оставит Библию, читает Библию, пехал в Библию. Ни один этого не делает. Есть, которые рисуют, есть даже иногда считают. А там постоянно. И вопросы у него естественные из Писания. Причем на учение, домашние условия какие. Когда видишь, что знают только, как крещать, выезжать, то трудно поверить, что в семье упор на молитвы делаете на Слово Божие. То есть, самообман один. Я видел верующих в детишек, но очень мало. Очень мало. У них другой взгляд на все. И они как-то все это подводят к страшному суду. Уже ребенок разговаривает и вопросы такого направления дает. Надо это поверить. Поверить, читать дальше. Все, мы поверили. И оставим в этом крест. Теми, когда не возвращаются. 21 стих. Родив же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Толкование. В тих словах показывается, как высоко это спасение, ибо благоуискруется освобождение не от чувственных браний, не от плена варварства, но, что гораздо важнее сего, освобождение от грехов, от которых прежде никто не мог освободить. Здесь ангел показывает, что рождающийся есть Сын Божий, ибо кроме Божественного Существа никто другой не может отпускать грехов. И дальше уже я на золотом острове приводится. Итак, получив такой дар, примем все меры, чтобы не поругать такого благодеяния. «Если грехи наши достойны были наказания и прежде сей чести, то тем более после сегодня изреченного благодеяния». И это говорю теперь не без причины, но потому, что вижу, что многие после крещения живут небрежные некрещеные и даже не имеют никакого признака христианской жизни. Посему ни на торжеще, ни в церкви, нескоро различишь, кто верующий и кто неверующий. Разве только когда присутствуя при совершении таинств увидишь, что одни бывают высылаемы, а другие остаются в храме. Но надлежало бы отличаться не по месту, а по делам, ибо достоинства внешние обыкновенно познаются по внешним признакам, а наши достоинства надо распознавать по душе. Верующий должен быть виден не только по причащению святых тайн, но и по новой жизни и в богоугодных делах. Верующий должен быть светильником мира и солью земли. А если ты не светишь и себе, не предотвращаешь и собственной гнилости, то почему нам узнать, что ты истинный христианин и достойно причащаешься святых тайн, но причащаясь только по обычаю, выделено жирно большими буквами, ты уготавляешь душе свои многие муки. Верующий должен блистать не тем одним, что получил от Бога, но и тем, что сам припадет кому. Надо чтобы он по всему был виден и по поступи, и по взору, и по виду, и по голосу, а более всего по добрым делам. Сказал же я о всем для того, чтобы нам творить добрые дела не для показа, а для пользы тех, кто смотрит на нас и украшать себя ими для угождения Богу. А теперь, с которой стороны не стараюсь распознать тебя, везде нахожу тебя в противоположном состоянии. Хочу ли заключить о тебе по месту, я вижу тебя на конских кристалищах и в театрах, вижу, что ты проводишь дни в беззакониях, составляешь злые полки в худых сходбищах и сообщаешься с людьми развратными. Хочу ли заключать о тебе по виду твоего лица, опять вижу, что ты непрестанно смеешься и рассеиваешься подобно развратной блуднице, у которой никогда не закрывается рот. Стану ли судить о тебе по одежде, вижу, что ты наряжен ничем не лучше комедианта или поспудником твоим, ты водишь со собой тюльясов и льстецов, по словам, слышу, что ты не произносишь ничего здравого, отдельного, полезного в нашей жизни. По твоему столу здесь открывается еще более причин к осуждению. О подобных таких людям говорит апостол их бог шреват велипийцам 3.19. Вот конкретно мы верим и вера бывает ладами живая вера бывает мертвая и написано и третья мертвая вера бесовская. Большинство веры у православных бесовская вера. это не кто-то говорит а Дмитрий Смирнов это нам сказал апостол Иахар бесовская вера причащается в душе бесовская вера. А как узнать бесы веры и веры трепещат ну просто танцевать просто ну пойти на площадку там это кружиться это для веры или верующего или верующего. для верующего на пустом вечере допустим на пустом вечер надо потанцевать школу закончил конечно не верующего а как одеваются по виду говорили прочитатели совершенно мирскольные как будто какие-то актеры или блудница какая-то перед тобой одеяние внешнее голос походка все имеет значение я все раз говорил только ну бывает учитель который бывает известный как бежонин спок русский это ушинский он говорит о нем говорят что это отец русской педагогики а я на русском и отец мировой педагогики в священии чех и книгу его выпустили по советской власти выгонялись везде везде все книги купали да с прилавком снимали и он говорит как человек одежду несет как на одном плече на что ты похож он абсолютно все говорит как ложкой черпать нет движения которое он бы не описал как себя вести это имеет значение да имеет для них мучение начинается при жизни и переходит в вечности у других мучения для того чтобы вечности не мучиться и все это примеры библейские в библии все сказано ну маленько просто посмотрите вот я в лагерь больше всего дети приезжают разные вот приезжают чуть не все но не все одеты как мирские грудь открытая но у нас не приедет без платка все в платочках это уже определенно как-то ну маленько да закройтесь вот так вот под шею ну зачем вы так все открываете конкретно ну я же не не придумываю стал говорить а где я такая я тебе показываю вот смотрите это ты ты ну зачем ты у тебя дочери они на тебя смотрят ну не трудно это закрыто кому ты это открыла мужа-то не надо у тебя и другую знает чужому надо это это не надо и это не у одного а у большинства как к мусульмане могли до этого дойти как они поставили в закон а специальная одежда в магазине называется хиджаб хиджаб она надевает как только колесо но видать и бывает только так видать или глаза ну в зависимости от того как ест и она не надевает жарко живет где-то в Париже и они убеждают ее шейх выступает это записано в интернете сестра надень хиджаб если не купила утром пойди купи тот который на которого ты смотришь жених если он сегодня умрет ты в могиле через два дня с ним не будешь он тебе противен будет надень хиджаб это говорят по нашему сказать епископу у нас ни одни не скажут надень брюки ну ничего нет у них брюки ширинки то нет это женское одеяние ну почему у мужчин нету чтобы застежка была спереди или сзади юбка была бы ни одной нету ну сделай спереди замочек там чтобы открывалась тебе для нужды и в юбке ходи не пройдет этот набор почему у них это проходит мусульмане для нас это великий упрек будет перед Богом они сумели сохранить женский полк и они сегодня это держат если она не сохранила девушку она должна уберить девственницы это я говорю о Саудовской Аравии о Эмиратах где Тунис ну я не говорю про туркменов которые еще не знают но они к этому подводят везде и вот эти которые возрастные экстремисты они именно по закону идут когда я голову говорю тебе дадут Библию ты такой не радикал а я дам тому который и оба на капель будете говорить кто будет прав да они вас сразу задают у нас это написано они убивают режут голову в европейство а у них не написано христиан убивают им говорят да у вас же в Коране написано христиане это люди книги да какие книги они Библии не знают да это верующие какие они верующие они развратники и они режут им голову а они нас вообще за неверующих считают нам говорили не ездите мы шесть мусульманских республик три раза в Чечне были прошли Турцию и нас везде посчитали за верующих везде а если были с нами сестры тем более у нас одеяния это обыкновенное только бороды и они всячески старались нам помочь вот как это от нас зависит если страх Божий есть вопросы все сняты вопросов вообще нет ты мусульманка поэтому ей купи хижан ты мусульманка а ты скажешь ты христианка заведите в доме чтобы никогда у вас не было нарушения даже внешнего об этом я нарус скаминский говорит а что мне скажешь ну это не главное главное сердце да как от сердца сходят злые помыслы это и сердце сердце у тебя если Богу отдано у тебя по другому будет все главное это и сердце и одеяния и слова и как встаешь как здороваешься когда ты ночь проспала и ни разу не встала на молитву ты беспокоишься об этом плащешь вздыхаешь об этом так я устал вот так не переживай Бог знает ну все-таки хоть переживание какое-то маленькое до жубы опять ночь прошла и на молитву не встала а Господь стучать не будет все время старую дверь не стучит и кто откроет к тому войну а кто не откроет пройду мимо который день нужно стучить там ну Господь не говорит всю ночь молиться но встань ребенка на двор поведи если не сегодня то когда если этого нет он будет обманом залазить тебе в холодильник во время поста будет все тащить оттуда телефон вот если я не слышу нет очень хорошо говори да нет конечно сегодня у нас другой распорядок мы на занятиях находимся а они фильм там смотрят сбежавший задом может быть через час сейчас сколько часа два есть два часа в три часа у нас обед будет позвонишь отошел все по телефону больше двух минут никогда не говорите из Москвы его сын у меня здесь не больше пяти раз в день поставьте себя за правило а человек обидится тебе не надо об этом думать ну а как вот ко мне пришли дают да возьмите там подарки какие-то день рождения я не беру она обидится что это значит такое обидится как главное главное у тебя есть совесть и по совести поступи я не должна от тебя ничего брать у меня все свое есть и раз и другой все кончилось у меня бывает приносят что-то я не беру у меня разрешено бунтам приносить все на этом есть вот это вот повадил в основное время то развернул ну сухофрукты на дорогу это я все принял на всю дорогу тем более объявил а остальное я испеку там пирожки я не беру она уже знает что тут надо спросить благослови сначала и не бойся отказать я говорю о простых простых вещах тебя во всем будут видеть что ты действительно христианка наши когда видят наши сестры одетые это мусульмане и другим говорят мы нашли наших мусульман говорят там православные да ты че эти мусульманки видишь как то есть мы тоже можем что-то им представить Но у нас есть то, чего у них нету. Мы верим в Христа как Бога истинного, как Спасителя. И мы будем молиться. Вот мы о мусульманах молимся ежедневно. Ежедневно. Включи молитву о буддистах, мусульманах, язычниках, христианах. Пошли к ним, пошли к ним добрых христианеров. Настоящих. Вот я юношу спрошу. Верующий, сарабляй, господин. Оборуды греешь. Сарабляться тебя на порог не пустили, Гритово. А сегодня смотри, какие послабления. Скорбишь лицо. Зачем? Ты только не считаешь, что они тебя угоряют. Просто конкретно. Слушай, у кого-то где-то как-то. Ну, сарабляться в других чем. Города и места коррозионные. Больше ничего и нет. И самое главное, учиться всех судить. Ну, конкретно. Посмотри, вот. У нас сидят выморши. Вот, сиди. Сарабляться. Мы тоже знаем, что такое сарабляшество. По статусу решения выморши плитку там. Не подражай миру. Не живи по перскопу. Начни с малого. Оторги их хвост. Правда, что-то другое сдадятся. Выкрили. Больше никак. Попроси прощения. Ты не имеешь права на экспорт идти. Не имеешь права прищищать в таком виде. А основное, священник за это ответит. У нас ни одного такого нету. Ни одного. А которые такие бреди все за дверями стоят. Они или полностью уходят, или меняются. Перестанут. Ну, посмотри, вот приходят Илюша, Сава. Тут починки усиданутые. Они не трогают горло. Учатся в университете. Не хуже вашего. Вот просто мы говорим конкретно. Уже сегодня уже по-другому будет. Я бросаю вам семя доброе. Прими, газоват. Тебе будет приятно. Борись с каждым грехом. А как жена? Вот за ней у ней поверь. Сколько у ней там этих флакончиков стоит? Повыкидывай все это. И все кончилось. Да когда будет плакать? Ну, один раз. Можно поплакать, а больше она не будет. Деньги сохранишь. Сохранишь здоровье. Мол, обновенно бери хозяйственное. А то разное, жидкое. Кто знает, жидкое. Как будто панос похватил. Считай дальше. Что все кончилось? Ну, вот видишь как. Мы коснулись сердцевины. Быть тем, за кого себя выдаешь. Не обманывай себя. Если ты христианин, ты внешне должен быть похожим. И внутренне. И соблюдением постов. И молитвы. И главное, конечно, это нашим трудом перед Богом. Вот. Нанимаешь когда? Я ребятам хотел сказать. Нанимают когда? Вы легче не потеряйте. Заранее договаривайтесь, сколько стоит. Четко и ясно. При свидетелях. Иначе тебе хочется платить больше, намного, чем ты думал. И ты будешь... Как же так? Я прогадал. Заранее. Сколько стоит подбить подошву. Иначе босиком пойдешь. Он тебе не отдаст твои пошпаки. Не косил, не копал. Еще заранее. Сколько будет стоить. Адем работать, посмотри. Так делается всегда. Во всем мире это делается так. Вот проводят они газопровод. Где-то нашли там в море далекое. И проводят в Англии. 1700 километров. Заранее арендовали баржу. Как она? Баржа так и называется. С которой труба будет садить. Ежедневно платят за нее, за аренду. 500 тысяч долларов. 500 тысяч долларов. И поэтому простой им вот так обойдется. И они сказали, мы должны провести вот то, что в начале висит, год и 7 дней. И ни один день не может быть прощен. А если больше будет, за каждый день не только миллион платить будешь. И поэтому они работают. У них все в графе принято. Посмотри, великие строки ехать. Какие плотины восстанавливают. Какие бурдозера. Какие самосвалы. По 250 тонн. Это вообразить даже невозможно. А может, нельзя. Уже заранее подсчитали, сколько человек, сколько будет задействовано. Сколько время происходит. Сколько будет стоить. Тогда получат деньги. Нам надо везде брать доброе. У нас святые отцы. Никуда не надо чужие толкования. Но приблизить к жизни мы обязаны. Чтобы слово Божие, толкование заговорило с нами. И ты скажешь, да, я это слышал. Смотрите за этим. Старшая сестра. Смотри за сестрами. Вот у нас специальный наблюдатель. У вас тоже должно быть. Как одеты. У нас как в храм пришли, оделись. Оделись. Безукоризненно одеты. Как вышли, разделились. Дальше грудь открытая. Рукавов нету. Пошла без платка. Этого не должно быть. Ты везде должна быть христианкой. Призывай к молитве Виктору. Здравия Виктория Виктория Виктория. Песня. 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 Господи, благодарим Тебя за это тихое мирное время. Песня. 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 Песня.